Открытая сессия Совета депутатов состоялась в Азовском сельском поселении. На встрече подвели итоги работы за 2019 год и обсудили задачи, которые только предстоит решить в 2020. В самое ближайшее время планируется ремонт улиц Ленина и Гагарина, отсыпка дорог и грегирования. Уже выделены средства на капитальный ремонт отопления в Убинском доме культуры. За 2019 год в администрации поступило 70 обращений от жителей, адресованных к нам и направленных в высшестоящие органы власти. Обращения в основном касались проблем ЖКХ, перебоя с водой, порывы, содержания КРС, взаимоотношения с соседями. Завершая работу, начатую в 2018 году, администрация поселения произвела пуск газа по улицам Подгорной и Плавнее, Станицы Азовской, а также по улице Набережной, Станицы Убинской. Решается вопрос и с водоснабжением. Глава поселения отметил, что уже собран необходимый пакет документов для государственной экспертизы с целью включения в федеральную программу «Чистая вода». Этот проект направлен на повышение качества водоснабжения. Вопрос водоснабжения до конца не решен. Мы добываем с вами всего-навсего 45 кубических метров в час. Расход для нужд поселения в данный момент составляет 60 кубических метров, что при желании сейчас безостановочной подачи мы не можем подать. Нами иначе эта работа по изготовлению смертной документации для включения в капитальный ремонт двухскажин по государственную программу Министерства ЖКК Краснодарского края «Чистая вода». Активно работает депутатский корпус. Депутаты регулярно ведут прием граждан, решают вопросы местного значения. Участвуют в мероприятиях, направленных на поддержку общественного порядка. Занимаются общим благоустройством поселения. Депутатские комиссии ведут контроль за ходом выполнения работ по благоустройству Азовского сельского поселения. Участвуют в проводимых субботниках на территории поселения с возлагаемыми на них функциями не только участия, но и активной организацией данных мероприятий. Помогают с предоставлением грузового транспорта и грейдера. Дежурят совместно с ОПДН и сотрудниками администрации и казачеством в выездных рейдах по закону Краснодарского края 1539. Подводя итоги сессии, глава района Адам Джарим обратил внимание на то, что необходимо чаще проводить приемы граждан вместе с депутатами района. Глава подчеркнул, что вопрос с водоснабжением необходимо решать в самые короткие сроки. Как говорит наш губернатор, в 21 веке мы говорим о таких вещах, которые должны быть постоянно. Вода, дороги, тротуары, освещение, какие-то там моменты связаны с какими-то бытовыми неурядицами. Поэтому эти вопросы должны решаться быстро. В целом Адам Джарим дал положительную оценку работе администрации Азовского сельского поселения. Редактор субтитров А.Семкин